МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областном центре сотрудники МЧС эвакуировали жильцов из-за угрозы взрыва. Компьютерные вирусы, хакерские атаки и кражи денег с пластиковых карт. Как выжить в цифровом мире? Репортаж Алексея Немкевича. Как защитить себя от киберпреступников и не раскрыть мошенникам все карты? Поговорим с экспертом. А также девочка в вольере медведей, гонка на выживание, верблюд, спасающий застрявшие автомобили и корабль, потопивший причал. Все самое интересное в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Раншея для водопровода едва не стоила жизни жителю Мозыря. Мужчина самостоятельно проводил работы во дворе своего дома. В какой-то момент произошло обрушение грунта, и он оказался завален землей. На поверхности остались лишь руки и голова. Крики о помощи услышала проходившая мимо супружеская пара. Они вызвали спасателей и еще до их приезда попытались самостоятельно достать пострадавшего, однако безуспешно. В ГАИ установили личность водителя гомельской маршрутки, которая пролетела на красный прямо перед носом у пешеходов. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. На записи видно, что водителям загорелся красный, и пешеходы начинают переходить дорогу. Но в этот момент на запрещающий сигнал проносится маршрутное такси. Маневр получился опасным, и микроавтобус едва не сбил людей. Как стало известно позже, виновника нашли. Теперь ему грозит штраф и до двух лет лишения права управления автомобилем. Между тем, в ГАИ отмечают, что водители маршруток не относятся к числу злостных нарушителей. В Мозере остановок стало на одну меньше, причем сделано это было проезжающей мимо Ауди. Легковушка буквально снесла металлическую конструкцию. Как сообщили в ГАИ региона, по предварительной информации, всему виной неправильно выбранная скорость движения. И к тому же водитель не учел погодные условия. Отметим, что в ДТП никто не пострадал. 13,5 лет колонии усиленного режима. Таков приговор Никите Басу, который порезал в гомельском троллейбусе трех милиционеров. Прокурор просил на два года больше, но судья это требование не удовлетворил. Напомним, в апреле прошлого года, после побега из исправительного учреждения, парень ранил ножом трех милиционеров, когда те захотели его задержать. Приехали тушить пожары в квартире «Граната». В гомеле сотрудники экстренных служб эвакуировали людей из многоэтажки на улице Сосновой. На месте вызова спасатели выяснили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. В ней находился пенсионер, а его сына успели вытащить из огня соседи еще до приезда экстренных служб. Эвакуация жильцов понадобилась из-за гранаты, которую обнаружили спасатели в тумбочке, когда поливали водой мебель. За находкой приехала саперно-пиротехническая группа. Специалисты проводят проверку и устанавливают, откуда у мужчин появился учебный экземпляр ручной гранаты. Дорога является чуть ли не главным источником опасности в нашей повседневной жизни. Больше всех в зоне риска находятся юные участники дорожного движения. В сравнении с людьми зрелого возраста, у детей ниже уровень концентрации внимания. Многие из них еще только постигают азы правил дорожного движения. В чем проявляется настоящая забота и какие примеры порой показывают взрослые, мы узнали, приняв участие в акции «Сохраним будущее», организованной сотрудниками ГАИ. Улица 50 лет завода Гумселемаш является одной из нескольких сотен небольших транспортных артерий областного центра. Тем не менее, здесь на этой, казалось бы, спокойной улице за последнее время зафиксировано сразу несколько дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, среди которых были и дети. Статистика ДТП – ключевой фактор в выборе места работы инспекторов. В то время как одни из них следят за правильностью перехода улицы, другие контролируют соблюдение правил перевозки детей, останавливая автомобили. В основном водители выполняют требования безопасности, а дети с радостью идут на контакт с милиционерами. Тебя как зовут? Никита. Никита. Тебе папа сказал сегодня день рождения? Сколько тебе лет? Шесть. Шесть? Ты в школу, наверное, пойдешь? Ну. И как честный гражданин ты должен в темное время суток обозначать себе светлоосвещающее время. Верно? Будешь носить? Обязательно. Правила дорожного движения будешь соблюдать? Умничка. Я тебя поздравляю еще раз в днем рождения, тебя самого-самого хорошего. Хорошо? Спасибо. Хорошего тебе дня. Согласно закону, водителю за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда она обязательно, предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или штраф в размере до четырех базовых величин. Мера эта, как утверждают специалисты, оправданная и проверенная временем. Исходя из опыта работы, выезжая на осмотр места дорожно-транспортного происшествия, чаще всего дети, которые при ДТП находятся в специальных удерживающих устройствах, страдают меньше, получают меньше телесные повреждения, либо не получают их вообще. Происходит это из-за того, что при изменении направления движения транспортного средства или его резкой остановки удерживающие устройства предотвращают движение тела пассажира по инерции. Согласно правилам дорожного движения, допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле такси. Но в любом случае взрослые ответственны за безопасность младшего поколения, и они должны проявлять заботу и подавать правильный пример. Эти молодые люди перешли дорогу в непредусмотренном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В их компании был подросток. Вместо признания вины старшие стали спорить с инспектором и доказывали, что в таком нарушении нет ничего страшного. Претензии к ним беспочвены и надуманы. А ведь именно в этом месте в конце прошлого года ребенок, выбежав на проезжую часть, попал под колеса автомобиля. Так как с начала года с участием 6-летних уже произошло 6 дружно-транспортных происшествий, в которых 7 детей получили травму различной степени тяжести, поэтому было инициировано проведение такой профилактической акции. Каждый шаг по тропинке неуважения к правилам дорожного движения лишь приближает к опасной ситуации. У инспекторов на этот счет достаточно примеров. Но лучше, считают сотрудники, могут преподать только родители. Именно от их поведения зависит, какое отношение к дороге будет проявлять ребенок – беспечное или уважительное. Да, цифровая глобализация сделала мир удобнее, но нас беззащитнее. Например, некоторые онлайн-игры могут передавать ваши персональные данные. Личная переписка в соцсети попадает в интернет, а на незнакомые сайты страшно заходить, вдруг они фишинговые. А значит, деньги с кредитки находятся в опасности. Как выжить в цифровом мире, разбирался Алексей Немкевич. Компьютерные вирусы, хакерские атаки и кражи денег с пластиковых карт – уже давно в топ мировых новостей. Кибератаке может подвергнуться абсолютно любой человек. Для этого достаточно воткнуть вилку в розетку компьютера или включить мобильный телефон и выйти в интернет. И с вами можно делать все, что угодно. Например, очистить все ваши счета или украсть все ваши секреты. Так, за прошлый год по сравнению с 2017-м количество таких преступлений в нашей стране резко увеличилось. И этот прирост огромен. С 3099 до 4741. То есть плюс 53%. При этом дел, за которое следует уголовное наказание, стало больше во всех регионах. Наиболее значительно в Брестской области в два раза. Далее идет столичный регион и Гомельская область. К слову, растет не только количество, но и качество. Схема кражи денег становится все изощреннее. Например, теперь, чтобы вы потеряли часть своих сбережений, преступникам достаточно лишь ненадолго получить доступ к вашему телефону. Чаще всего вас просто просят позвонить. Молодые люди поговорили, ну, буквально, я не скажу, там, может, 15-20 секунд, может, полминуты. Вернули телефон, поблагодарили. Через месяц мне поступило смс-сообщение на телефон, где оператор сообщал о том, что я воспользовался слугой и получил, как бы, в кредит 100 рублей, которые в последующем будут списаны с моего счета банинского номера. В этом конкретном случае злоумышленников удалось найти. Однако данный вид краж набирает обороты, и количество обращений в милицию растет. Причем для того, чтобы оказаться в такой ситуации, не нужно обладать смартфоном. Владельцы кнопочных аппаратов также под угрозой. Кибервору на вашем телефоне достаточно получить смс с кодом подтверждения. Все остальное он сделает через свой аппарат. Чтобы защититься от данного вида преступного посягательства, мы рекомендуем, даже в случае, если вы хотите все-таки человеку помочь, необходимо не выпускать из поля зрения свой телефон. То есть убедиться, что действительно им распоряжаются по назначению. А именно там звонят, либо делают какие-то манипуляции, которые разрешены законным пользователям. Если человек старается куда-то отойти с этим телефоном, воспользоваться им вне зоны видимости законного владельца, соответственно, это должно вызвать какое-то подозрение. И такие действия необходимо пресекать и сообщать, соответственно, про охранительную органу. А самым распространенным киберпреступлением в Беларуси стал взлом аккаунта в социальных сетях. После того, как страничка контролируется злоумышленниками, они от имени законного владельца пишут тем, кто находится в группе друзей. Граждане могут получить сообщение, например, что они выиграли в лотерею, либо что счет их друга заблокирован и нужны реквизиты карты, на которые он сможет отправить деньги. Наши граждане не задумываются, что общаются в переписке с преступником и предоставляют ему сведения о своей банковской карте, номере телефона, о коде подтверждения, который пришел на номер телефона. И в последующем происходит снятие денежных средств. И в завершении отметим, что рост киберпреступности – это мировая тенденция. Это связано с развитием таких технологий, как интернет-банкинг, внедрение безналичных расчетов, с широким вовлечением в эти процессы все большего количества граждан. Но несмотря на то, что хакеры действуют удаленно и хорошо подчищают следы, их действия не остаются безнаказанными. Только в нашей стране за прошлый год была поймана свыше 1200 таких преступников. Алексей Немкевич, Андрей Иванов. Специально для программы «Де Факто». Благодаря развитию объединенных компьютерных сетей люди стали удаленно управлять своими финансами по всему миру. Неважно, в какой точке планеты ты находишься, важно, есть ли под рукой интернет. Такой эффект глобализации, само собой, повлиял на появление новых видов мошенничества. Преступники переместились в сеть. Там они воруют не только персональные данные компании, но и сбережения пользователей. Как защитить свой аккаунт от преступных посягательств? Поговорим с начальником отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облсполкома Игорем Александровым. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли сегодня говорить о том, что вместе с развитием компьютерных технологий совершенствуется и преступность в интернете? Да, действительно. В 2018 году киберпреступность в Гомельской области увеличилась в значительные разы. Дело в том, что преступники используют, они различные анимайзеры, используют поставные компьютеры. А анимайзеры это что, чтобы наши люди понимали? Можно приложить обычное приложение ТОР. Использование скрытых IP-адресов. Значит, наше подразделение предназначено для выявления преступлений в сфере высоких технологий. Я так понимаю, что и варианты для хранения денежных средств тоже сегодня разнообразны. И этим тоже пользуются злоумышленники? Различными электронными кошельками, валютой, которая хранится на этих кошельках, а также криптовалютой? Вы знаете, в связи с увеличением пользователей сети интернет, сразу рождается спрос на электронные кошельки граждан. Все же хотят использовать валюту, электронную валюту, так называемую, на различных кошельках. Мы не говорим конкретно о конкретной валюте. Кошельки разные бывают. Киви кошельки, вебмани. То есть разные сервисы по обслуживанию электронных кошельков. Просто необходимо знать, как себя обезопасить при тех или иных обстоятельствах. Вы заходите на какой-нибудь интернет-сайт, где требуется авторизация. Человек проходит сначала регистрацию, создает свою учетную запись, так, и проходит все атрибутику регистрации, и доходит, да, представляете, до пароля. И когда рождается вопрос о создании пароля, так, у нас наш пользователь начинает думать, какой же пароль ему создать. Говорит, сложный, который в последующем не позволит злоумышленнику или той же программе подобрать. Сложно можно просто забыть, поэтому многие идут простым путем. И самый простой путь, это у нас, как говорят на клавиатуре, верхние клавиши. Один, два, три, четыре. А если самый сложный, еще и пять добавят. Да, есть еще один вариант, это дата дня рождения. Вот самый банальный пароль, да, это если один, два, три, четыре, еще и пять, это как для человека это уже сложный, то день рождения он везде. А еще добавляют имя, дата и имя. То есть вообще тоже очень просто. Я как-то, беседуя с потерпевшим, он рассказал мне свою ситуацию, мы приняли заявление, ну и в процессе разговора задал вопрос потерпевшему. Пароль сложный? Говорит, сложный. Имя и день рождения. Значит, ну, побеседовав с потерпевшим, говорю, ну, я говорю, а сколько у вас аккаунтов и где? Ну, вот у меня там электронные почтовые ящики имеются, есть, например, учетные записи. Я говорю, представляете, я даже знаю, какие пароли у вас на этих учетных записях, все это, ну, какие? И назвал пароль его имя, и это, он был удивлен. Поэтому, когда говорить о том, что этот один пароль используют на всех учетных записях, это невозможно и нельзя. Потому что, ведь при процедуре регистрации каждый пользователь использует систему восстановления. Мы указываем дополнительный ящик, электронный почтовый ящик. Мы указываем ссылки, куда нам, например, это тоже абонентский номер, куда отправлять, значит, СМС-сообщение для подтверждения кода. А иногда, когда мы указываем дополнительные ящики, так, СМС, то есть информация приходит на эти ящики. А если злоумышленник завладел этим ящиком, то он владеет всей информацией, паролей всех учетных записей, которые это. Хорошо, а как раз познать, что именно этот ресурс является мошенническим? Вот есть какие-то признаки, по которым пользователь может определить, что вот эта компания, допустим, этот ресурс, он, да, он зарегистрирован, он есть в реестре, он работает легально, тут проблем не возникнет. А вот это что-то сомнительное такое, как это определить? При авторизации в сети интернет заходим мы на страницу ВКонтакте и вводим соответствующие логины, пароли. Ну, наши граждане, которые используют мобильные версии, да, есть приложение, которое автоматически, сразу, когда вы первоначально авторизовались в этом приложении, указали свои учетные, да, и оно будет автоматически входить. При осуществлении доступа на персональных компьютерах, на домашних компьютерах вы входите в авторизацию под учетные записи и введение пароля, да. Что делают наши злоумышленники? Они создают фейковые страницы. Они просто копируют первоначальную страницу, стартовую страницу ВКонтакте, регистрируют ее, в принципе, под той же системой, ну, добавляют какие-то буквы. Может быть, ВК, Ком, а может быть, там, М, МТ, ну, без разницы. То есть создать фейковую страницу. И под любым предлогом, в последующем, наш пользователь может не заметить, что в какой браузерной строке написано имя сайта. Да, да, именно имя, грубо говоря. Поэтому обращать внимание, какие сайты посещаете, что просят сайты. То есть, если вы не доверяете сайту, а на сайте высвечивается диалога окно о том, что введите учетную запись для авторизации, или просят, как некоторые, вы стали при посещении сайта, да, некоторые наши пользователи получают сразу на экране, вы стали миллионным победителем супер-лотереи. И вот вы в шаге от миллиона. Вы не только в шаге, вы уже являетесь обладателем крупной суммы. А для этого нужно? А для этого нужно. Отдать свои деньги? Нет, ну, сначала, я так думаю, как всегда у нас происходит, как бы пройти регистрацию, то, что вы – это вы. То есть, как говорится… То есть, ввести все свои личные данные. Свои личные данные, паспортные данные, указать абонентский номер, там, электронный почтовый ящик. И в последующем вы получаете на тот электронный ящик, который вы указали, письмо. Все. Вы уже владелец этого миллиона. Вы уже почти распоряжаетесь им. Ну, только тут осталось немножко нюансов. Надо перечислить госпошлину. Надо перечислить денежные средства для создания, да именно для вас, какого-то банковского кода, счета, например. Значит, провести, оплатить перевод денег со счета банка на ваш счет. И наш гражданин, осознав, что он уже миллионер, понимая, что вот эти тысячи долларов, там, десятки тысяч, а иногда это происходит, действительно, десятки тысяч, говорит, понимаешь, ну что такое 10 тысяч по сравнению с той суммой, которой я уже владею? Представляете? Миллион и 10 тысяч. Или миллион и 5 тысяч. Миллион и тысяч. Это ничто. Злоумышленники, понимая, что человек уже вовлечен их в аферу, начинают потихоньку вывозить у него деньги. Тысяча, две, 200 рублей, 300. И когда человек, понимая, что все-таки вот эта сумма, которую все-таки он выиграл, все-таки не пришла к нему, он понимает, что его обманули. И обращаются в правоохранительные органы. То есть, получается, знание технологий и психология, вот основные инструменты интернет-мошенников. Да, мошенники, очень хорошие психологи. Виртуальное пространство давно стало неотлимлемой частью нашей реальности. Молодежь без интернета вообще себя не представляет. О том, как защититься от мошенников в интернете, мы поинтересовались у гомельчан. Внимание на экран. Я в этих вопросах не специалист. Ну как, вероятно, есть какие-то программы. Надо просто поинтересоваться и пользоваться им. Ну, наверное, нужно периодически пароли отменять от своего аккаунта. Ну, я бы так посоветовала. Внимательно изучать информацию на сайте, сверять с единым государственным регистром. Ну, для этого у нас есть специальные люди. Это мы не знаем. Даже не имею понятия такого, как защититься и надо ли это защищаться. Если люди выходят в сеть, они же уже должны предполагать, что могут быть разные там, так сказать, друзья, недрузья и все остальное. Каждый человек должен думать сам, с кем ему общаться и общаться ли. Даже некоторые не читаю, сразу удаляю. Если я не знаю от кого это, что это, не захожу по ссылке дальше. Никому не передавать пароль. То есть третьим лицам должен сам узнать свой пароль и все. Больше никому не давать. Я думаю, не стоит попадать на ловушки, типа, когда просят денег. Проверяясь информацию, по возможности никому не перечисляют деньги. Игорь Александрович, ну как бы вы прокомментировали мнение гомельчан? Я приятно удивлен о том, что наши граждане знают, как себя вести в сети интернет. Если действительно бы все так выполняли те действия, как вот граждане, которые подверглись опросу, я так думаю, что злоумышленники пошли бы работать на заводы и зарабатывать хлеб честным путем. Но, к сожалению, да, конечно, некомпетентность часто приводит к тому, что мы попадаемся на уловки мошенников. Как реагировать, когда все-таки пришло сообщение от друга в социальных сетях, и он просит деньги, либо предлагает перевести деньги из своей банковской карточки на банковскую карточку того, кому он пишет сообщение? Как правильно реагировать? Вот что нужно проверить в первую очередь? Знаете, таких фактов по Гомельской области очень много. Значит, беседы с потерпевшими, которые действительно получили сообщение от друга, где друг просит предоставить фотографию карточки, предоставить свой мобильный телефон. По следующим с этой карточки похищается денежь средства. Задаем вопрос, ну почему так произошло, да? Почему нельзя было позвонить? Неужели элементарный вопрос? Позвонить своему другу и спросить, зачем? Для чего? Ведь все-таки живой голос, живой разговор все-таки, я думаю, действительно подтвердит ваш друг о том, что действительно ему нужна помощь, действительно ему в этот момент так необходима эта карточка. На самом же деле, ни один, может и есть люди, граждане, которые не попались на уловку, но в основном молодежь, я бы никогда не подумал, что молодежь, которая идет, шагает в ногу с интернетом, с развитием интернета, попадается на такие элементарные простые уловки. Я иногда привожу пример очень интересный, когда, представляете, что я решил продать товар какой-то, выложил эту информацию на куфоре, звонок по Вайберу, по Ватсапу, пользователь все-таки решился купить у меня этот товар. Но у него есть одна небольшая проблема. Вот проблема и все. Он не может перечислить ту сумму, которую я прошу за тот товар. А сумму, например, ну предположим, что я хочу продать товар за 50 рублей. А он меня убеждает в том, что товар банковский, то есть банк, где он проживает, а это в основном зарубежные, не может провести оплату 50 рублей. Надо 90. Вот минимальная сумма оплаты 90 рублей. Так вот он просит у меня, перечисли еще 40 рублей первоначально. Покажи, что ты отправил товар, приложи чек через почтовое отделение. И я тебе верну 90 рублей. И не поверите, наши граждане мало того, что отправляют товар и переводят деньги. А когда получают ни денег, ни возврата товара, обращаются правоохранительные органы. Сегодня мошенники нацелены также и на криптовалюту, которую люди хранят на тех же электронных кошельках. Что здесь нужно знать, чтобы не попасться на ловки, на разные мошеннические схемы? Ну, как я и говорил ранее, ведь неважно, где вы будете регистрировать, где вы храните электронную валюту, на каких кошельках, на каких платформах. Самое главное, не передавайте информацию третьим лицам. Не переходите на сайты, которые вы не знаете. Не сохраняйте информацию на чужих устройствах. Если вы хотите осуществить какие-то платежи, используйте всегда свои устройства. Ни у друзей, ни у родственников, ни в интернет-кафе. Без разницы. Всегда используйте свое устройство. Всегда авторизация, всегда регистрация. Ну и в основном завладение – это получение смс-сообщения о том, чтобы, как вы говорите, получили какую-то информацию для оплаты кредита на почту. Не переходите, не открывайте ссылки из неизвестных вам интернет-ресурсов, от неизвестных пользователей. То есть правила те же? Правила обычные. Не попасться, быть более внимательными. И как мне понравился из соцопроса, да, там конкретно, если я не знаю чего-то, я туда не лезу. Очень понравилась фраза, говорят, это очень красиво и очень умно. Игорь Александрович, я благодарю вас за конструктивный и полезный разговор. До свидания. До свидания. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. Волнующая сцена произошла на этой неделе в Китае. В вольер к огромным пандам упала 7-летняя девочка. Люди сразу подали ей длинную палку, но малышка постоянно соскальзывала и не могла зацепиться. А медведи к тому времени уже проявляли к ней интерес. Ситуацию спас охранник, который попросил людей, чтобы его держали за ноги, а сам спустился в вольер и ухватил девочку за руку. Надо сказать, многим показалось, что распереживался за ребенка и очень крупный медведь. Когда его сородич сбоку готовился к прыжку, большая панда отогнала его рыком и лапами. Игра в кича с верблюдом. В Иране забавное видео сняли очевидцы, когда их знакомый чем-то разозлил животное. На открытой местности верблюд человека бы догнал, а так оба бегали вокруг автомобиля, пока мужчина не сел в салон машины. На штурм легковушки животное не пошло. А это уже Россия, Волгоградская область. Здесь верблюды не агрессивные, а покладистые. Вот этот, например, у местных вместо эвакуатора взял на буксир Ниву и вытащил ее из снежного плена. Несколько рывков и машина снова на ходу. И тут сразу даже не поймешь, что в голове не укладывается. То ли присутствие верблюдов в северных широтах, то ли их безграничный потенциал. В штате Айова США потерявший управление водитель врезался в полицейскую машину. Мужчина не сориентировался на скользкой трассе, его авто развернуло и откинуло прямо на патрульный седан. Не повезло и полицейским из Висконсина. Когда напарники поехали на зеленый сигнал светофора, слева их протаранила многотонная фура. К счастью, перед столкновением водитель грузовика уже тормозил, поэтому удар смягчился. Но патрульный внедорожник от повреждений это не спасло. Оба полицейских отделались испугом. Происшествие в Канаде. На встречной полосе управление потерял водитель фуры и ушел в занос. Тому, кто сидел в этой легковушке, не позавидуешь. Парень явно пережил шок, ведь груз мог придавить его машину. Авария произошла из-за пикапа, который хотел повернуть налево и не пропустил грузовик. А в Калифорнии рухнувшее под тяжестью снега дерево порвало провода высоковольтной линии электропередач. Кабель упал на асфальт в миллиметрах от автомобиля и крепко зацепился за ветки дерева, из-за чего то впоследствии загорелось. Напугало водителей и старое дерево в Индии. Средь бела дня огромное растение рухнуло на оживленную улицу. Чудом не придавило скутеристов, зато перевернуло легковой автомобиль, зацепив его ветками. Пассажиры и водитель машины получили травмы. А это финал гонки на трассе. Водитель БМВ решил поучить мотоциклиста правильному рейсингу. Но на пути оказалась неровность асфальта и машину откинуло сначала в сторону, а затем на бетонное ограждение. К слову, если бы его там не было или оно оказалось бы металлическим, машина упала бы вниз с путепровода. Опасная гонка. Не стоит такого повторять. В Пуэрто-Рико, заходя в док, гигантский круизный лайнер «Норвежский Эпос», который базируется во Флориде, обрушил причал. Во время так называемой парковки корабль зацепил несколько плавучих конструкций, после чего они утонули в море. Сотрудники порта сейчас разбираются, кто виноват и мог ли этого избежать капитан. А публике понравилось, ведь всем слегка пощекотало нервы. Такими событиями запомнилась выходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова